Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. Записал предыдущее видео по поводу опросника Аарона Бека и решил не останавливаться на этом. Уж если, коль заговорили о депрессии, оценке аффективных расстройств, решил повториться. У меня были такие видео и вернуться еще раз к очень хорошей методике, абсолютно работоспособной. Это методика ОДС, оценка депрессивного состояния по нашему великому, я бы сказал, автору, ученому, исследователю Жмурову. В частности, он занимался с нашим маньяком, Чикатило и так далее, и так далее. Я перечитываю его двухтомник, неоднократно это делаю. Значит, интересно. Останавливаясь на этой методике чуть поподробнее, надо сказать, что она во многом совершеннее методики депрессии, оценки по Беку. Она, во-первых, ну так скажем, более приемлема для русской популяции. Методика, опять же, повторюсь, я не устану это говорить, абсолютно работоспособна, в отличие от многих других каких-то исключительных методик по своему состоянию в плане валидности, надежности. Создана методика, опять же, на основе методики ММПИ. ММПИ у нас в основе основ, лучше ничего не придумали. И это, собственно, тоже выборка, прошу меня простить, не выборка, а выдержка и запросник ММПИ. Существует у нас она, мы ее предлагаем к реализации. Существует ключ, и вот ниже я не буду открывать все тайны. Здесь вот дали в этом документе, который мы поставляем заламинированным. Там стимульный материал, понятно. Это отдельная методичка, отдельная книжечка. Существуют разработанные нормативы, очень точные для этой самой методики. Они очень точные, на большой, огромной просто выборке сформированы. И, соответственно, в клинике предлагаю вам пользоваться этой методикой. Одной моей специалистке нравится больше депрессия Бека, а другой больше нравится Жмуров. Я, признаться, тоже поклонник, как и той, в общем-то, в душе, в практике, не разделяя эти методики одна от другой. Что-то привносит новое. Она, я имею в виду по оценке конкретного человека, Иванова Ивана Ивановича, что-то другая. Картина вырисовывается более точная, наглядная, реально вырисовывается картина по эмоциональному состоянию. Применяю ее нечасто относительно, но, тем не менее, бывают такие случаи, когда ММПИ хочется уточнить, когда речь идет об аффективных нарушениях, прежде всего МДП, маниакально-депрессивном психозе и так далее. Милости прошу, используем, работаем опросником депрессии по Жмурову. На этом тоже все. Благодарю вас за внимание и удачи!